В каких случаях мы можем говорить о том, что катаракта у собаки действительно является возрастной или старческой? Во-первых, это должна быть собака, которая находится в возрасте биологической старости. Мы определяем этот возраст как старше 12 лет. Второе. У пациента должны отсутствовать системные причины формирования катаракты. Например, сахарный диабет, последствия лучевой или химиотерапии, либо длительная терапия кортикостероидами. И третье. У собаки должны отсутствовать глазные патологии, которые могут самостоятельно вызвать формирование катаракты. Например, хронический увеит, глоукома, последствия тупых или проникающих ранений глазного яблока. В данном случае у нас пациент соответствует всем этим критериям. Яркширский терьер, 12,5 лет. У собаки сохранены зрительные функции при ярком свете. В темноте он ориентируется значительно хуже. Тест ориентации в незнакомом помещении у нас в клинике собака прошла успешно. Внутриглазное давление у нас на обоих глазах в пределах нормы 9-10 мм артутного столба. Давайте посмотрим на оба глаза. Левый глаз плотная катаракта. Она занимает весь объем хрусталика. Соответственно, зрительные функции на этом глазу отсутствуют. Свет не способен давать зрительный образ. Максимально это светоощущение. На инфракрасном свете хорошо видно, что хрусталик плотный. И плотность равномерно распределена по всему объему. Имеется определенная атрофия радужной оболочки. Множественные пигментные невусы. Но в целом каких-то явных грубых глазных патологий, которые могли бы вызвать вторичное формирование катаракты, мы не видим. На правом глазу возрастной ядерный склероз максимальной степени плотности. В каких-то местах хрусталик еще прозрачен. Где-то на уровне 7-10%. Хорошо видно в инфракрасном свете более темные поля. Они частично прозрачны. Но в целом, наверное, животное способно только к ориентации и определению контуров предметов при ярком свете. Для оценки функции сетчатки мы обязательно проводим хроматический тест или Red Blue тест. Red Reflex, рефлекс фоторецепторных клеток немного ослаблен по возрасту, но в принципе присутствует. Рефлекс на синий свет или реакция гонглиозных клеток сетчатки абсолютно нормально. Таким образом, мы можем говорить, что кроме умеренных возрастных изменений в сетчатке, никаких грубых патологий у нас кроме катаракты нет.